Я много знаю киевлян, которые коллекционируют живопись. Мы все их знаем. И я знаю о том, что они уже не первый год участники аукционов «Киевский арт Вернисаж» в помощь обездоленным нашим бойцам АТО, погибшим бойцам АТО, их семьям, женам и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы эти работы, которые они приобретали на аукционах, увидеть их все вместе на одной выставке. Это первая цель. И вторая цель – это в том плане, чтобы те люди, которые приобретали на аукционах работы, они чувствовали, что это не просто они приобрели себе работу и повесили на стену, и больше никогда никто их не увидит. Чтобы они понимали, что их работы могут работать. Показывая на таких выставках и принося удовлетворение, радость, эстетическое наслаждение. Не только своим семьям, но также людям, которые придут на выставку. Это может быть большое количество киевлян. Вот эти две цели преследовались в первую очередь. Ну и дать возможность людям почувствовать, что у них находятся в домах действительно произведения искусства, действительно вещи нужные, дорогие, ценные, музейные, музейного уровня. И это можно показывать. Это можно не только держать у себя дома. Можно показывать другим людям и от этого получать наслаждение самим тоже. Когда делаешь добро, тоже получаешь наслаждение. Не только те люди, которым делают это добро. Поэтому вот эти цели. Это выставка уникальная? Вы знаете какие-то другие выставки, где вы... Таких не знаю. Похожих не знаю. Можно сказать, что уникальная. А она ориентирована на кого? На любителей живописи, знатоков, коллекционеров? На все слои. Здесь могут быть и просто любители живописи, и люди, которые еще плохо разбираются, только начинают познавать этот вид искусства. Также коллекционеры, специалисты, искусствоведы и так далее. То есть художники, в том числе писатели. Вот у нас был Максим Рыльский. Поэтому на широкий загал, на широкий загал, я бы так сказал, ориентирована. 90 картин. Это художники в большей степени советского периода, так называемый соцарт. Народные художники Украины, такие как Василий Габда, Петр Столяренко. Это заслуженные художники Украины, такие как Йосиф Бакшай, как Матфей Коганшац, Владимир Сидорук, ну и так далее. То есть много других художников. То есть есть авторские работы наши со Светланой. Есть у нас Лариса Токарь, есть Андрей Яланский. Сейчас это доцент кафедры живописи, Национальная академия живописи и архитектуры. Работы очень разные, очень-очень колоритные. Здесь есть и акварель, здесь есть масло, большинство масла. Это и реалистический импрессионизм, и классический реализм, и фигуратив. И также акварель. Вот такой жанр, такие жанры. Будем видеть, какой выхлоп, скажем так, будет иметь эта выставка, какие будут отзывы, какие будут пожелания. Ну и если ничего не будет нам мешать в этом плане, значит будем продолжать. Может быть не так часто, не каждый год. Потому что работы надо подкопить, новые. Не будешь же показывать все время одно и то же. Поэтому, ну, будем планировать. Продолжение следует...